Друзья, всем привет! В прошлом сезоне я брал ей абсолютного чемпиона, но вместо гоблинов копейщиков я использовал подрывника. Меня это не устраивало, мне это не нравилась сборка, поэтому я решил взять гоблинов копейщиков и играю вот такой сборкой и именно ей пробую апнуть абсолютного чемпиона. Ну а что из этого получится, вы узнаете из этого видеоролика. Приятного просмотра! Джинджер Джу Здарова! Давай махаться! Давай махаться до победы моей желательно. Непонятно, что за дека. Темный принц, лучницы, ледяной дух. Ого, таран. Какой-то бридж-спам что ли? Ну лучница, ну что с твоим прицелом? Тяжелая ночь была. Ладно, пойдем по двум сторонам. Бандитку я скину влевую. По правой вроде там уже нормально ему в напряг идет. Ну вообще нормально в итоге, да. Для меня гораздо выгоднее получилось, хотя все начиналось печальненько. Здесь бревно и скелетики в серединку. Копейщики, братюнички, не спешите! Вы как-то это... Вы как-то не справились до кон... Ужасно, пока ужасно. Ладно, готовимся к тарану опять. На этот раз у нас башня имеется. Ну и ставим ее соответственно. Не понимаю все равно, что за колода. У него какая-то самоделка. Явно. Ну что, поставил он клетку. По этой стороне тогда по земле особо смысла атаковать нет. Давайте бандитку тогда на правую поставим. Фаер тоже как-то закидывать не хочется. Уж явно он байтит. Поэтому давайте как-то так с бревном, со скелетами. О, еще и почта королевская у него. Ну значит... О, еще и яд. Я только хотел сказать, значит тяжелого заклинания нет, а оно бах и есть. Клеткой дефается от бандитки. Хорошо бандиткой. Ну в целом нормально здесь разменяется. Давайте бур туда. Правда у него темный принц сейчас. А почему он лучницами? Почему он темного принца не сохраняет на защиту от гоблинского бура? О-о-о-о! Вот почему он байтил меня на фаербол. Это неприятный сюрприз. Ну давайте как-то огненной лучницей с этим справляться. С бревнышком, пожалуй. Сюда бандитку против темного принца. Сюда скелетов еще. Копейщиков всю дым. Да, много я урона по правой стороне хапнул. Но все равно пока лидирую. Давайте снова фаер туда. Нет смысла мне его морозить. Я не думаю, что он успеет еще раз поставить трех мушкетов. Да. Все. Победка. Ой. Ой, 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 что с тобой? Ну не расстраиваться, Джинджер Джью. Значит все нормально. Значит с ним все в порядке. Ну давайте. Копейщиков сразу с моста. Ой, 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 ой. Тринадцатый дух не вывез такой встречи. Сразу же ему напихали защики копьев. Почему защики? Потому что вы видели рот у ледяного духа. Он огромен. Не такой конечно большой, как рты неадекватных хейтеров. Но тем не менее. Так, давайте скелетиками здесь максимально дешево. То есть коплю эликсир для того, чтобы пронзительно забурить его вышку. Собственно, давайте скинем бур. Посмотрим, как он будет дефаться без мини-танка, которого он только что отдал. Ну не очень хорошо получилось у него. Много эликсира потратил. При этом урон еще получил. Активация ГЗшки. Опа. Активация ГЗшки, кстати, не сработала. А вот сейчас сработает? Сработает. Пойдет тогда. Ну у него землетрясение. Скелетики предикт. Какие скелетики, если он рыцарем дефается, да? Казалось бы. Так, ну вот теперь скелетики. И мне бы крутануться до Адской Башни. Потому что что-то хочется быть готовым. Давайте бур после того, как он бревно отдал. И бандитку. Вот прям агрессивно сыграем. Тесла он дефается. Хороший мув в итоге получился. Или... Ну продолжаем. Огненная лучница. Здесь его напрягать. Он тоже огненную лучницу ставит. Так, ну здесь я одними скелетами в целом задефаюсь по двум сторонам. Нет. Ну хотя да. Почему нет? И Адская Башня наготове против его Хогушки. Окей. Не хочет Хогушку скидывать тогда. И вот он. Вот всегда. Готовишься, готовишься. Ждешь, ждешь. А нет, нет. Да, да, да. То есть... Всегда скидывать в тот момент, когда ты не готов, короче. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это хорошо было. О-о-о-о. Все. Это его поражение, короче. Так, Башню давайте сюда. Потому что другое место уже не успеваю. И скелетов сюда на подстраховку. Раз уж я так криво поставил. Все, правую сторону. В принципе туда Фейерполл. И все понятно. Ну давайте еще копейщиками. Окей. Фейерполл тоже не хочется отдавать. Давайте Бур для начала. Здесь готовимся защищаться. Опять Башня наготове. Братик, ну тебе надо было как-то в атаку идти. Ну да, в этой игре прям хорошо получилось. Прям засушил как надо. Хогушку встречал всегда. Неужели наконец-то нормально, плавненько, сладенько, вкусненько, очень хорошо идет? Фу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить, конечно. Так, копейщики в атаку. Забатили на рыцаря. Можно огненные лучницы здесь его поразвлекать. Типа, иди сюда, родной. Помидоры 5 рублей, иди сюда. Не хочет он сюда. Решил он по принципу, если гора не идет к Магомеду, то Магомед идет к горе. И в итоге минус у меня огненная лучница. Давайте убьем надгробие, чтобы оно не мешало нашей бандитке врезаться. Ну, палача он выставил. Это карта, которая контрит мой гоблинский бур, поэтому я сразу его закидываю в левую сторону. О-о-о, вот это новость неприятная. Давайте копейщики. До бревна, короче, кручусь. Много урона получил, к сожалению. Хорошо он здесь гоблинский этот... Ой, не гоблинский, а надгробие хорошо ставит. Давайте бур, копейщики, чтобы потом пошли в левую сторону. Ледяной дух плохой. Только один копейщик зафокусился на вышке в итоге, и сразу же помер причем. Новость печальная, конечно. Когда теряешь копейщиков, это сложно. Сложно это принять. Так, готовлюсь встречать его рыцаря, может быть. Нет, давайте все-таки вот сюда поставлю. Он сейчас будет атаковать? Да, будет атаковать, так что хорошо, что я его поставил. Здесь лучница скелетики как-нибудь, деф. Лучница? Ну хорошо, хоть раздуплилась. Зря, наверное, по правой закидываю. Но не хотелось эволюционную лучницу отдавать, я не думал. Он, по-моему, не показывал до этого яд. Я надеялся, что у него нет тяжелого заклинания. Оно есть. Ну что, против кладбыта этой колоды не очень-то приятно дефаться так-то. Блин, наверное, мне надо завязывать вот эти атаки по другой стороне. Надо было фаер отдать в надгробие. Но я сразу не отдал, и потом все пошло по плохому сценарию. Короче, зря я так сыграл. Надо по левой стороне, конечно, играть. Так, адскую башню в блокировку. Скелетов здесь ей помочь. Копейщики в защиту от кладбы. Бревно в защиту после его торнадо. Да, блин, все плохо в итоге. Вроде хорошо задефался, но в атаке вообще урон не наношу. Так, давайте. Гоблинский бур и фаербол, я думаю, я закину. С копейщиками туда пойдем сейчас. Ой, сейчас будет сложно дефаться. И у меня нет ни копейщиков, ничего. Ну-ка, бандитка. А, она сейчас на скелета пойдет. Ну все, все, я заруинил. Здесь уже не... Да. Вот адская башня вообще была не нужная в предыдущей игре. Че, это хок с валькой, видимо, судя по всему. Так вот, была не нужная, поэтому я заменил на башню бомбежку. Посмотрим. Она-то поуниверсальнее должна быть. Хотя по воздуху будут проблемы, наверное. Так, кручусь до башни бомбежки. Параллельно иду в атаку. У него сейчас вальки нет там в цикле, поэтому надо пользоваться. Ну это, короче, с землетрясением, да, дека. Активировать БГЗшку. Давайте я копейщиками подстрахуюсь. Не, хорошо. Не нужны были копейщики, но я на всякий случай поставил. Так, давайте огненной лучнице развлекать здесь. Бандитка бревно против... Давайте бурно другую сторону. По правой-то у нас бандитка пойдет. И копейщиков по правой тоже накину, пожалуй. Хорошо. И копейщики. Хорошо. Вот копейщики много на самом деле урона наносит. Смотрите, казалось бы, три просто зелени. Микрозелени, так сказать. А сколько они? 400, 500 хп сняли? Вот так вот. Две единички эликсира. А какая боль для соперника по итогу? Так что картишка очень сильная. Ну что неудивительно. Она и в топе часто используется в разных, причем, колодах. Так, давайте бандитку. Бревно он, ну, такое себе отдает на самом деле. Давай, бандитка, лучница. Вот видите, бревно плохое от него было, потому что лучница-то у меня жива. Живи, живи, живи. Еще стрельни, стрельни. А счастье было так близко. Так, ну что? Стремно. Непонятно, куда она пойдет в итоге. Я поэтому предпочел до конца ждать. Потому что закинул бы и промазал бы. И все, и тогда вообще пиши пропало. Так, давайте бандитка здесь задефаюсь. С буром в атаку. С бревном под бур. И скелетики в защиту здесь. С копейщиками. Так, бандитку сюда. То он сразу скидывает, короче, огненную лучницу. Ну и правильно, в принципе, делает, конечно. Давайте так, так. И копейщиков на добивку. Добейте. Вот как она так быстро у него стреляет? Вот моя вот тупее, да? Моя глупее, огненная лучница. Ну всем же очевидно, да? Подкрутка, подкрутка, подкрутка. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, с палец съехал. Еще и бандитка не помешала траектории. Что-то я, походу, заруинил только что. Давайте поменяем немножко направление бура. А то что-то не работает это. Пэрбол всю дым-тудым. Надо его фаерами, короче. Бур плюс фаер атаковать. Так, а здесь надо не бандитку, а лучницу ставить, чтобы потом бревном его лучницу добивать. Во. Все, рецепт найден. Я все бандитку ставил, а надо было лучницу. Хотя он тогда фаерболом в лучницу стреляет. Неприятный размен. Ну-ка, фаер. Давай, давай, давай. Хорошо. Хорошо. Вот как надо атаковать, оказывается. С фаерболом? Не, все-таки с башней бомбежкой, мне кажется, слабеет колода. То есть, по воздуху я не уверен все равно. Дадут какую-нибудь адскую башню, и что я буду с ней делать? Ой, адскую гончую. Все время путаю. Гамба-мамба против меня. Опа, арбалет. Ждем, пока скелет перейдет. Умрет. Зараза, успел, смотрите-ка. Ну, здесь фаербол, раз он так навыставлялся. Ой-ой-ой, он туда еще, видели, закинул скелетов. Ну все, чувак, здесь немножко ошибся. Точнее, не немножко, а прям сильно. Прям все подставил, и как бы спасибо ему, конечно, за это. Ну, матчап такой себе, кстати. Здесь адскую башню-то обыграть... Отыграть от адской башни арбалетом труда не составляет. То есть, ставишь арбалет, перед ним там лучницы, или скелеты, или дух тот же самый, и все. И адская башня как бы отыграна. Так-так-так-так-так-так. Что я так тупанул? Увидели? Он же, блин, он неправильно поставил арбалет. Оф. Это был такой хороший шанс. Ну ладно, он ошибся, я ошибся, бывает. Два чувака, которые хотят в абсолютный чемпион попасть. Так играют. Нормально, нормально. Ну, нормально, а что, конец сезона. Все устали, все играют как могут. Так, копейщики. Халявный урон пытаемся наносить. Халявного не получилось. Хотя одно копье-то залетело. Так, бандитка в танковку. Огненная лучница в другую сторону. И адскую башню ставлю тоже. Хорошо. Она зафокусилась именно на арбалете. Ну, здесь без бревна не обойтись. Ну, и вроде тютелька в тютельку. Дефаемся. Да, хорошо. Дефаемся тютелька в тютельку. Расчет был корректен. Корректный расчет. Так, ну я человек простой. Вижу возможность активировать ГЗшку. Активирую ГЗшку. Есть бандитка, здесь копейщики. О-о-о. Давайте будем пока танковать. Пока Ацкубашню здесь в более-менее безопасности. Расположил. О-о-о. Эволюционные скелеты как бесславно померли. Бедолаги. Они наверняка готовились, готовились. Че, сейчас выходим? Нет, нет. Подожди чуть-чуть. Сейчас выходим. Вот, вот. Да, да. Вот сейчас. И только они появились на бревно в лицо. Черепуху точнее. Когда мы говорим о скелетах, конечно. Ой. Ой. Ну, придет с фаерболом это решать. Да, интересная получилась катка. Ну, Гамбо, конечно, не особо удивил. Две игры. Ну, че, мне это выставлять особо нечего в самом начале. Если я выставляю огненную лучницу, остаюсь без противовоздушной и очень важной сплэшевой карты. Поэтому играем по сопернику. Ну, и гоблинский бур теперь в атаку выкидываем после того, как у нас осталась огненная лучница. Копейщики. Повозка с пушкой. Добей. Хорошо. Так, адская башня здесь. Блин, фокусится она, к сожалению, на рыцаря, но... Все, хорошо. Боялся, что он будет как-нибудь прикрывать мортиру, но он не успел ничего сделать. Давайте здесь вот такой вот ход под конем, чтобы бандитка быстро до вышки дошла. У него сейчас рыцаря там нет, по идее. Опа! Ход сработал. Так, огненная лучница опять. Давайте бревно не буду отдавать, потому что огненная лучница здесь уже есть. Она, в принципе, задефает. А бревно мне пригодится еще. Хорошо. Смотрите, там гоблин нормально накидал. Ему за шиворот. Так. Ну что, бандитку из глубины, чтобы на моей половине встречать эту повозку с пушкой. Здесь бревнишко придется отдать, наверное. Ай, чуть лювере бы. Вообще было бы хорошо. Но все-таки бревнишко, наверное, мне надо все-таки будет сохранять на бочку со скелетами его. Вон у него еще яд имеется. Короче, я понял, что у него за колода. Там еще мушкетер должен быть. Так, ну давайте бандитка. Огненная лучница. И бандитка еще прыгнет, по идее. Ну-ка давайте-ка фаер. Раздвойной эликсир уже можно, я думаю, будет закидывать. С бревном. Так, адская башня. О, вот теперь проблемы. Вот теперь я сейчас... О, как это, дефать? Ну давайте развлекать мортиру в первую очередь. Скелетиками там. А, или он криво ее поставил. Что-то не понял. А, не, нормально. Вон, смотрите, летит булыжник. Что-то она как-то странно. То стреляет, то не стреляет. Ну, блин, рыцарь, конечно, ударил неприятно, предательски. Продолжаю фаербур атаковать. Здесь скелетики. Блин. О, она у него еще и эволюционная. Я внимания не обратил. И как это теперь дефать? Так, копейщики сюда. Продолжаем развлекать мортиру в первую очередь. Пойдет. Блин, повозка с пушкой на вышке зафокусилась. Так, ну... Фаерболом придется дефать скелетов. Давайте бур в атаку, раз он рыцаря отдал. Копейщиками здесь задефаемся от него как-нибудь. Бревно туда, в этих. Под атаку. Добейте копейщики. Не добили. Стреляй. Хорошо. Все, собственно, давайте я сначала задефаюсь, раз уж я уже потянусь за копейщиками и фаером добью. Фу! Как я там задефал эту мортиру эволюционную? Все так плохо складывалось. Ладно. Одна игра осталась. Решающая. Или обрушающая. Надеюсь, что решающая. Позволяющая взять абсолютного чемпиона. Потому что что-то уже надоело мне играть этой колодой. Бур, конечно, неинтересный винкондишер. Так, башня. Хогушка. Хогушка это хорошая новость. Против Хогушки у нас есть адская башня и в крайнем случае гоблинский бур. То есть в целом мы ему не должны позволять наносить урон. Так, башня же задефает. Не задефает полностью, поэтому скелетика все-таки поставлю. Давайте бандитку в атаку. У него мега рыцарь, жердяйчик. Оф. А я успею накопить на копейщиков? Я думаю, что да. Да, хорошо. Но теперь у меня нет ответа на Хога. Поэтому я готовлю гоблинский бурн. Экстренно придется отдавать в жертву. Потому что Хог-то у него сейчас явно есть. Догадается ли... Ооооо. А что это за фигня такая? То есть я радовался адской башне, но она-то у меня одна. А у него толстяков два, да еще и Хог. Ладно, крутимся до адской башни. Давайте сюда куда-то ставить. По идее не должна бомбануть до того, как она разменяется. Пойдет. Но теперь как дефца от мега рыцаря. Мелочевкой можно было бы активировать ГЗшку, но... Ну ладно, у него сейчас нет эликсира. Пока копимся и я, и он. А там видно будет. Не буду. Хочу активировать ГЗшку. Ой-ой-ой. Ну куда ты, огненная лучница? Ну я же сейчас специально. Стрельни. Хорошо. Все, все-таки нормально. Тогда пойдет. Тогда пойдет. Адская башня имеется. Что он будет ставить? Ничего не будет ставить. Яд отдает. Давайте бандиткой тогда задефаемся. Мы тоже не будем ставить. Тоже не дураки как бы. Ага. Ну а теперь подставить придется. Адскую башню на правую сторону. Огненную лучницу, если что, бревном давайте добьем. Так, здесь бандиткой дефаемся. О, хорошо, кстати. Бревном сдвинули. И поэтому Хогушка пошел на адскую башню. Сюда так. Мега рыцарь. Да, мега рыцарь. Огненная лучница давай. Шмаляй. Хорошо. Адская башня в защиту. Сюда скелетики. По-хорошему бы крутануться до еще одной адской башни. Давайте здесь копейщики. Гоблинский бур. Бревно. Так, огненная лучница бандитка. Скелеты. Хорошо получилось. Да, все. Я думаю, можно переходить с гоблинским буром. С бревном проатакую, чтобы у него еще и мушкет имеется. Бревно так себе было в итоге. Адская башня. Копейщиками развлекаем, чтобы не подошла с бомбочкой. Бомбочка эта ходячая. Давайте скелетами здесь дешево задефаемся. С бревном гоблинским буром атакуем. Чтобы мега рыцаря отодвинуть. Так себе получилось. Тяжелая катка, конечно, получается. Сейчас еще двойной эликсир. У него все эти толстяки сейчас попрут на меня и будет сложно. Так, давайте сюда скелеты. Сюда бандитка. Сюда бур. Сюда бревно. Ай-яй-яй. Прошел все-таки, гад. Ладно, копейщиками дешевый урон. Получится? Получится. Два копья. Такое пойдет. Добиваем огненной лучницей. Прикрываем огненную лучницу. Хорошо. Бур в атаку. Фаербол в атаку. Лучница, стреляй в атаку. Хорошо. Умничка. Вот-вот он урон зашел. Замечательно. Все, башню здесь ставим просто. Просто кучу башен. И пусть он пробует. Бур в атаку. Фаер в атаку. Добей, бандитка. Не добивает, зараза. Так, давайте в огненной лучнице попробуем. Добивай бревно. Бандитка. Кручусь до фаербола. Фаербол. Все. Фух. Ну, это было, на самом деле, не так и сложно, потому что 14 уровень вышек. Это не 12 уровнем Корги Гом. Да, 80% винрейт. Хотя винрейт, кстати, тоже недалеко от Корги Га 12 уровня ушел у меня. Да уж. Ну, не моя явно колода, конечно. Гоблин с кембуром мне не особо заходит. Не умею. Что ж, друзья, на этом я заканчиваю сезон. Четыре раза на четырех разных аккаунтах успел я апнуть абсолютного чемпиона. Давайте посмотрим историю боев. Четыре дня назад все это я делал. Записываю концовку вот сейчас в итоге. Было сложно, на самом деле. Гоблин с кембуром мне было не очень комфортно играть. Гораздо проще было апать мне абсолютного чемпиона даже тем же самым 12 уровнем Королевского Гиганта. Ну, а про бридж спам вообще молчу. Там было просто как по маслу. Так что колода, конечно, на любителей. Плюс в такой модернизации есть колоды попроще, которыми можно и урон наносить, и защищаться. Так что я бы, наверное, не рекомендовал. Ну и плюс я разочарован, конечно, в огненной лучнице. Когда я ее делал эволюцию, она была гораздо сильнее. А так, конечно, мне бы гораздо больше пригодилась эволюция рыцаря. Надеюсь, что эволюция рыцаря будет в следующем сезоне. Также в следующем сезоне выйдет уже совсем скоро новый чемпион. Я буду его тестировать на канале. Обязательно будем пробовать разные колоды с ним. Но для того, чтобы все это не пропустить, подписывайтесь на канал. И обязательно оставляйте свое мнение о видео, которое вы видели только что. На этом все, друзья. Спасибо за просмотр. До новых встреч. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова